Чудовищный случай произошел несколько дней назад в Твери на константиновских карьерах. Неизвестный мужчина застрелил из ружья собаку на глазах у хозяев и десятков людей. Скрылся. Что известно на сегодняшний день и какое наказание ждет преступника, который решил совершить самосуд над животным, узнал наш корреспондент. 10 сентября семья Журавлевых приехала на константиновские карьеры отдыхать. С ними приехал и пес по кличке Нафаня. Десятилетняя дочь играла с собакой в воде, когда хозяин уплыл кататься на сапе. Мать девочки была рядом. В этот момент к ним подбежал чей-то палевый лабрадор и зарычал на собаку Журавлевых. Нафаня встала в стойку, защищая ребенка. Казалось, вполне рядовая ситуация, не стоящая, как говорится, выеденного яйца. Но вслед за подбежавшим лабрадором появился его владелец, почему-то с заряженным ружьем, который, похоже, расценил все иначе. Он неспешно спустился с берега, спросил, чья собака, после чего начал хладнокровно бить собаку, отдыхавшей на карьере семьи, загоняя ее на глубину. Он начал собаку бить. Я начала его просить, умолять не бить. Потом он поднял ружье вверх, выстрел произошел. А потом начал также бить и отгонять собаку в воду. Бил нашу собаку. И когда уже достаточно глубина была, когда у собаки ноги не коснулись земли, он приставил ружье и выстрелил практически в упор. Я тоже в воде в этот момент стояла. Я умоляла его, что это не делала, спросила, пожалуйста. У меня абсолютно безразличное лицо было, безэмоциональное. Я возрастала грубая, такое злое. Маленькая девочка пряталась за мамой. Охотник зашел в воду и выстрелил в собаку почти в упор. Животное сразу пошло ко дну. Около трех сантиметров, наверное, отверстие было. Муж был сзади, он держал ребенка на руках. Полицию вызвали сразу же очевидцы, которые были на берегу, которые далее нам очень помогли. Приехал участковый, забрал улики, фотографировал место преступления. На следующий день сразу же обратились, написали заявление. В социальных сетях пост женщины произвел настоящий резонанс. Сотни репостов и комментариев. Многие пишут, что на пляже даже заметили объявление, что там стреляют животных. Ужасная история. Яркая демонстрация некомпетентности нашей психиатрии. Надзорных органов за такими невменяемыми людьми. Ему бы еще статью за стрельбу в неотведенных для этого местах. Тем более уже несколько случаев. Штраф от 50 тысяч и изъятие. Если жизнь лохматого члена семьи, наши правоохранители не посчитают важной, как это бывает, то хоть по этой статье, а лучше еще и по этой статье. Уважаемый хозяин, хозяйка, примите самые искренние соболезнования по потере такого верного и преданного друга. Он до конца выполнил свой долг перед вами и маленькой подругой. Надеюсь, что лицо, совершившее данное деяние, понесет полную ответственность за содеянное и ответит по полной. Какое наказание ждет человека, который совершил самосуд над животным? И ждет ли вообще? Ситуацию прокомментировали в ОМВД по Тверской области. Также в ведомстве прислали первый фоторобот подозреваемого. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Принимаются меры по установлению лица, причастного к совершению противоправного деяния. Опрошены более 50 жителей близлежащих садовых товариществ. Назначена баллистическая экспертиза. Составлен фоторобот. Полиция обращается ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении подозреваемого. С просьбой сообщить информацию по телефону 8-999-160-5149. Мы будем следить за расследованием этого преступления.